Слава Богу за возможность снова исследовать Божье Слово. А сегодня я хотел бы продолжить вместе с вами в очередной раз, уже в третий раз, исследование истории прозрения слепорождённого. Давайте мы немножко вспомним основные мысли этих наших размышлений. И ещё в самый первый раз мы говорили о том, что когда у человека даже здоровые глаза, если нет света, если нет рядом источника света, он не может видеть. И так же и в духовной жизни нашей мы не можем видеть ничего, мы не можем различать добро и зло, если нет рядом света, то есть если нет рядом Христа. И чем ближе мы ко Христу, источнику света, тем более мы чувствительны ко греху и к добру. Но чем дальше мы отдаляемся от Христа, то есть менее мы чувствительными становимся. То есть больше тогда шансов у греха завладеть нашим сердцем. И поэтому как важно нам стремиться именно к духовному прозрению, к духовному зрению обострённому, чтобы нам не быть, не продолжать оставаться слепыми. Потому что Библия говорит о том, что каждый человек, он приходит в этот мир уже слепым, можно сказать, духовно. То есть мы как бы символически являемся вот этим слепым от рождения. Но Иисус, проходя дорогами нашей жизни, он обращает на наш свой взгляд, он останавливается, он приходит к нам, он желает омыть наши духовные глаза, смыть грех, который мешает нам видеть, и дать нам способность видеть. То есть видеть, куда мы идём, видеть цель, которой мы действительно должны стремиться по божественному плану и, конечно же, достичь её. И вот эта история, то есть ключевой момент, это стих 7, мы читаем о том, что этот человек пошёл, умылся и пришёл зрячим. И вот Иисус нечто сделал для этого человека. То есть мы видим, что Иисус плюнул на землю, сделал брение из плюновения, помазал этим брением глаза слепому. Но этим всё не закончилось. То есть для того, чтобы произошло полное восстановление, для того, чтобы конечный результат, ради которого Иисус пришёл в жизнь этого человека, был достигнут, нечто требовалось ещё и со стороны этого человека. То есть не просто Иисус что-то сделал, но должен был сделать и сам человек. И Иисус ясно и конкретно сказал ему, что он должен сделать. Он говорит, пойди, умойся. И он пошёл и умылся, и пришёл зрячим. То есть это было чудо, которое невозможно было объяснить не в то время, но даже и сегодня с медицинской точки зрения, с научной точки зрения, физическими законами вот это чудо невозможно объяснить. То есть если бы можно было объяснить, оно перестало быть бы чудом. И хотя чудеса, которые происходят в жизни Божьих детей, невозможно объяснить наукой, физическими законами, но их нужно верой принимать, потому что Бог совершает их не просто так, но для этого есть причина. Вот давайте мы представим, может быть, такую ситуацию ближе к нам. Вот если бы к нам приехал в санаторий, в пансионат человек с подобной проблемой, да? Когда-то царь Сирии послал Неймана, который был прокажённый. Он послал его сперва к кому? К израильскому царю. И как воспринял израильский царь этот жест? «Что ты ко мне его прислал? Я что, Бог, чтобы исцелить его?» Но тут вмешался Елисей и говорит, так, подожди, давай пусть ко мне едет. Вот представим, если бы человек с подобной проблемой, слепой от рождения приехал к нам, вот наша реакция. Неужели он думает, что мы можем ему помочь, да? Или какая-то другая была бы реакция? Мы же верим в Божью силу, в Божьи чудеса, в простые средства, правда? Но мы не всегда знаем Божьи воли, правда? Мы не всегда можем знать, почему с человеком такое произошло или происходит. Но, по крайней мере, если человек приехал, то что? Нужно что-то делать. Значит, Бог прислал, значит, нужно что-то делать с этим человеком. То есть помочь ему что-то сделать для себя, дать ему шанс. То есть мы со своей стороны что-то предпринимаем, но и научить человека что-то делать для своего исцеления. И вот если бы через, может быть, припарки какие-то, физиопроцедуры, мы стали бы свидетелями чуда, человек прозрел. Какой была бы наша реакция? Да, действительно, что ожидается от нас, это воздать славу Богу. Потому что и здесь, в начале этой истории, Иисус говорит, что причина не в том, что человек согрешил или родители согрешили, чтобы явились на нем дела Божьи. То есть не просто рекламировать простые, может быть, средства, которыми мы пользуемся, чтобы помочь людям, но прежде всего прославить Бога, который действует через них. И вот если мы посмотрим те чудеса, которые описаны в Библии, которые описаны в Евангелиях, то есть те чудеса, которые совершал Иисус, мы не всегда можем логически их понять, объяснить. И их происхождение можно объяснить только тем, что у человека была проблема, была нужда, и Богу было это небезразлично. То есть Бог не мог остаться безучастным, Бог проявил заботу. Например, как обычная вода, если мы говорим о чуде на свадебном пире в Кане Галилейской, как обычная вода могла превратиться в чистейший свежий виноградный сок. Можем мы это как-то объяснить? Дух Порочества говорит, что в принципе это чудо, оно было достаточно простым. То есть тот процесс, который растянут во времени, не на месяц, он был упрощен, укорочен до каких-то миллисекунд. То есть это чудо, оно в принципе в природе постоянно происходит, но оно растянуто во времени. Так же, как порой и процесс исцеления. То есть простые средства, они действенны, но они требуют терпения и времени, настойчивости. И хотя ни ученики, ни люди, которые там были на этом пире, они не могли объяснить, как это чудо произошло, но что, все, кто попробовал, что сказали? Это лучшее, что мы когда-то вообще в жизни пробовали. Как тело прокаженного человека могло мгновенно стать чистым? Можно было это как-то объяснить? Медициной, наукой того времени. Даже в наше время эта болезнь, она считается одной из таких очень тяжелых, фактически неизлечимых, это проказа. Но тем не менее, от прикосновения Иисуса, тело этого человека стало чистым, он снова стал здоров. Как человек, который пролежал на постели 38 лет, как он смог подняться, как полной энергии молодой человек и снова стать худимым? То есть можем мы это объяснить? Это тяжело объяснить, фактически невозможно. Просто верой принять, что действительно это был свершившийся факт. И если вообще вникнуть в эту тему, Божьи чудеса, то есть мы видим, что не всегда мы можем постичь, понять, объяснить какие-то вещи, тем более Божьи чудеса. И здесь важно действительно на первое место поставить не наши чувства, а веру, то есть доверие Богу. И те люди, которые пытались как-то логически все осмыслить, то есть они, как правило, оказывались где-то позади. То есть они, в конце концов, отвергли Христа. И это были те люди, которые, по сути, должны были первыми принять Его. И действительно, как уже было сказано, Божьи чудеса, они не происходят просто так. Они происходят по вере человека, верив человека в силу Божьего Слова. То есть даже важны здесь не сами чудеса по себе, а вот именно что Слово Божье может совершить. То есть чудеса — это результат действия Божественного Слова, как мы на уроке субботней школы сегодня тоже говорили. Власть Христа, то есть Он силой Слова Своего совершал свои деяния, свои чудеса. Но в Божьих чудесах человек не остаётся каким-то пассивным наблюдателем. То есть он становится активным участником. Как мы видели из прочитанного недавно текста, Иисус сказал, иди и умойся. Он пошёл и умылся, и пришёл зрячим. То есть для того, чтобы это чудо произошло, человек тоже должен проявить свою веру на практике, на деле. То есть эти чудеса происходят не просто, чтобы подогреть наши чувства, а чтобы нашу веру умножить, наше доверие Богу и Его Слову умножить. А если говорить о чувствах, то именно те чудеса, которые совершает сатана, они, как правило, являются либо подделкой, либо просто на чувства наши влияют. А чувства, как мы знаем, они не являются надёжным ориентиром, но фактически, согласно Библии, притче 14 глава, мы знаем, что есть пути, которые только кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Поэтому мы не можем положиться на наши чувства. Чувства могут как бы показывать нам, что всё плохо тогда, когда на самом деле всё хорошо. Но так же и может быть и наоборот. Поэтому чувства не могут быть надёжным ориентиром. Но именно доверие Божественному Слову и наше действие с доверием в это Слово. Итак, в чём же заключается наше участие в Божьих чудесах по нашей вере? То есть это практические уроки над той историей, которая оставлена в Евангелии Теана, 9 глава. Давайте себе представим, если бы я слепой, когда Иисус ему помазал брением глаза и сказал, пойди умойся, если бы он стал с ним спорить. Говорит, Господи, ну неужели твоей силы недостаточно, чтобы я вот сейчас прозрел? Зачем я должен куда-то идти? Ты же знаешь, что я слепой. Мне очень долго придётся идти для того, чтобы достичь этой купальни. Давай сейчас, давай сразу. У нас сегодня в семье тоже такой эксперимент произошёл. Мы к нему целую неделю готовились, чтобы наша мама самостоятельно дошла сегодня до церкви. Но попытка была на 50% успешна, потому что она не свернула там, где нужно было свернуть. Но всё равно она оказалась здесь. То есть то, что не удалось ей, Господь помог через других людей. Но, мам, у вас есть желание всё-таки продолжить? И всё-таки в следующий раз дойти сюда? Или уже отпало желание? Ну, слава Богу. То есть когда человек с какими-то ограничениями всё-таки стремится вырваться из этих цепей, обрести свободу, обрести силу, то есть одержать победу, Бог всегда поддержит все наши усилия и старания. И поэтому от слепого ожидалось действительно просто поверить, что нужно сделать так, а не иначе. И он действительно пошёл и сделал то, что Христос попросил. Как ему не было трудно, может быть, в этой темноте, в которой он ещё находился, найти эту купальню и умыться, то есть делать то, что сказал Христос. И вот не всегда то, что Бог просит нас сделать, оно не всегда, может быть, нашей логикой можно это как-то охватить, объяснить. Бывает такое? Ну, в Библии такое мы находим, причём очень много таких случаев. Таких примеров Божьих повелений, которые нам могут казаться непонятными. Например, кроме вот этой истории, которую мы исследуем сейчас, мы также можем вернуться раньше к книге «Исход», это 14 глава, когда в 14 главе, давайте прочитаем 15-16 стих. То есть конкретная проблема. Моисея вместе с народом израильским вышли из Египта, но первое препятствие, которое они встретили, это было Красное море. Впереди египетская армия позади. Слева и справа горы. Что делать? И вот Моисей тоже находился в таком состоянии, он не знал, что делать. Хотя он был руководитель, Бог его поставил. Но вот его мудрости, его силы было недостаточно, чтобы решить эту проблему. И мы видим, как Господь обращается к Моисею. Это 15-16 стих. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиёшь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой, и прости руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Вот давайте мы представим сегодня, если бы во время каких-то, может быть, таких боевых действий какой-то военачальник стал предпринимать подобные какие-то вещи. Как бы на него посмотрели его подчинённые? Наверное, посчитали бы его самым бездарным полководцем. То есть делать такое. Нужно что-то предпринимать. Нужно, может быть, активно действовать, а ты говоришь, чтобы мы вошли в воду. И что дальше? Но это было Слово Божье. Хотя его невозможно было понять, ну и что с этого всего выйдет? То есть нужно было просто, как Бог сказал, «Простри жезл, войди ты первый, и пусть народ за тобой войдёт, и воды раступятся». И когда они поверили в это слово, стали действовать согласно этого слова, они стали свидетелями, и не только свидетелями, а активными участниками Божьего чуда. Их жизни были спасены, а те, кто их преследовал, для них эти воды стали могилой. То есть это было божественное вмешательство. И Павел называет это как бы воды крещения. То есть они действительно проявили свою веру на практике, и это стало для них крещением. То есть как бы перепосвящением, обновлением завета с Богом. И эта история Моисея, народа Красного моря, она ведь в Библии тоже не случайно оставлена, правда? Потому что у каждого из нас может быть своё какое-то Красное море. Вот мы можем находиться в такой ситуации, когда сзади, спереди, слева и справа нас, может быть, что-то стесняет, какие-то обстоятельства, проблемы. И, может быть, мы не знаем, что предпринять такое, чтобы действительно это действие было правильным. Но нужно проявить доверие. То есть нужно, во-первых, узнать, что Бог говорит по этому поводу, какой совет Божий, какая воля Божья. И, может быть, даже не зная всех последствий, просто с верой начать действовать, двигаться вперёд. А, может быть, нам кажется, что нас окружает море, я не знаю, но если говорить о нашей среде, море картошки, лука, морковки. Как это всё пройти, чтобы оно осталось там позади, ещё чистым, аккуратно убранным от сорняков. Но нужно всю свою веру вложить и идти вперёд. И только тогда мы станем свидетелями Божьих чудес. Лук, морковка, картошка — это, наверное, только подготовка. То есть самое интересное будет ещё впереди. Чтобы то лучшее, что ждёт впереди, научиться преодолевать, нужно сначала победить лук, картошку, морковку, может быть, что-то другое. Но если мы уйдём от ответственности, будем как-то уклоняться, искать какой-то лёгкий выход, то мы можем просто не пережить Божьи чудеса сегодня, очень большая вероятность, что и в будущем тоже. Поэтому нужно настроиться на позитив. Ещё одна история, может быть, тоже непонятных Божьих чудес, непонятных Божьих повелений — это история исцеления Неймана того же, о котором мы уже сегодня вспоминали. Какой была реакция Неймана, когда Елисей сказал ему «Пойди, омойся». «Семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Он сразу прыгнул в воду, семь раз окунулся и стал здоров. О нет, там такая была бурная реакция, что даже слугам пришлось его успокаивать. Потому что если бы они его не успокоили, неизвестно, чем бы это закончилось. Может быть, даже война была бы новой объявлена. Но это так может быть уже, если самый худший исход. Но, тем не менее, Нейман успокоился, он всё взвесил, обдумал, ну и понял, что дороги назад нет, нужно идти вперёд. Он доверился слову, которое было сказано. Первый раз он окунается, второй раз окунается, в шестой раз окунается. И что, проказа проходит? Нет. И только в седьмой раз, когда он окунулся, он вышел из воды уже каким? Очищенным. То есть здоровым, исцелённым. То есть нужно было именно семь раз. Мало было, пять раз, шесть раз. То есть именно семь. И ещё одна история, да? Ещё одна история, которую хотелось бы вспомнить. Прежде ещё одну мысль хотел, которую чуть не упустил. То есть у Моисея и народа Израильского было Красное море. То есть мы провели параллель, что у нас тоже может быть своё Красное море. А вот Нейман и воды Иордана. Какой урок для нас? То есть также и для нас Бог приготовил свои воды Иордана, в которых нам придётся окунуться. Не пять, не шесть раз, а может быть именно семь раз. Может даже и больше, мы не знаем. И когда мы окунаемся в наши воды Иордана, то есть мы в первый раз ждём какого-то Божьего ответа, Божьего вмешательства. Мы окунаемся второй раз, мы погружаемся в третий раз. Ну что? Когда вот ничего не происходит, то что происходит? Мы можем где-то испытывать какое-то недоумение, какое-то, ну даже кто-то сказал, разочарование, но может быть это уже последняя такая стадия, которую лучше не допускать. Но нам тяжело, то есть нам трудно, мы не понимаем, что происходит. То есть что-то непонятное, необъяснимое. Мы вроде бы делаем то, что Бог попросил, но почему-то дверь и обстоятельства не открываются. Или как-то ещё Бог не действует так, как нам хотелось бы. Может быть, мы окунаемся, погружаемся, образно говоря, кто-то нас уже косо смотрит, почему ничего не меняется, ничего не происходит. Может быть, даже кто-то подшучивает, и тем более мы смущаемся уже. Но мало этого. Нужно ещё и ещё раз, образно говоря, погружаться в эти воды Иордана. И только седьмой раз будет успешно. Будет достигнута победа, будет достигнут результат. И если вернуться к тому же слепому, о котором мы говорили сегодня, история, о которой мы размышляем, когда он шёл к этой купальне селам, а наверняка путь это был тоже неблизкий, то есть во время этого пути он тоже о чём-то, наверное, думал, размышлял. И хотя он ещё физически был слеп, но, наверное, всё-таки его сердце переполняло радость. А что, если действительно я приду, умоюсь, и, наконец, я смогу видеть? То есть он как бы был в предвкушении вот этой радости, что он сможет увидеть в первый раз в жизни небо, солнце. Ему даже трудно было представить, как они выглядят. Но самое главное, он хотел очень увидеть того, кто остановился рядом с ним, кто стал виновником или причиной этого чуда. То есть он хотел бы увидеть радостное лицо Иисуса Христа. И поэтому это придавало ему силы, и он целенаправленно и уверенно двигался к этой цели. И эти ожидания его оправдались. И ещё одна история. Это история... Кстати, вот если вы заметили, очень есть большое сходство между всеми этими историями. Во-первых, там явные Божьи чудеса происходили. Там во всех этих историях требовалось что? Кроме Божьего вмешательства ещё какие-то действия со стороны человека, вода тоже там присутствует. И ещё одна история, очень похожа на предыдущую, когда Илья семь раз молился о том, чтобы дождь пошёл. Три года дождя уже не было. И Илья молился один раз, второй раз, третий раз. Он посылал своего слугу, говорит, пойди посмотри, нет ли там хоть каких-то признаков надвигающегося дождя. Ведь он уже Ахаву что? Сказал, иди, спеши домой, потому что надвигается гроза. Дождь надвигается, ливий надвигается. То есть он уже как бы дал заверение Ахаву, что дождь идёт, но признаков-то ещё не было. И вот Илья помолился в шестой раз, а что? Ничего. И только в седьмой раз он помолился, и слуга возвращается и говорит, вот небольшое облачко идёт. То есть даже не грозная туча, а маленькое облачко. Но для Ильи этого было достаточно. То есть он вот ухватился за это маленькое облачко, доверился, что Бог действительно исполнит то, что обещал. Семь раз Нейман окунался в воды Иордана, семь раз молился Ильи. Это очень колоссальные уроки для нас. Потому что мы по своей природе, мы нетерпеливы. Мы можем один раз, второй раз, третий раз о чём-то просить Бога, что-то предпринимать. Но если в пятый, шестой раз ничего не происходит, нам уже в седьмой раз может быть трудно это повторить. Но мы помним, чем закончились ожидания Саула, да? Когда ему Самуил повелел, жди меня. Жди меня, я приду, и только тогда ты сможешь активно действовать. А Саул не дождался. То есть он не сделал, можно сказать, в седьмой раз то, что он до этого делал. И произошёл крах. То есть он стал действовать самостоятельно, вот как вчера в проповеди эта мысль звучала. Своим путём пошёл, и это закончилось кораблекрушением для его веры и проблемами для всего народа впоследствии. Поэтому очень важна действительно здесь настойчивость. И дух пророчества, как бы приоткрывая завесу, помогает нам углубиться в эти библейские истории, то есть помогает нам применить уже в наше время, в нашем современном контексте, то есть практически применить эти принципы, которые заложены в этих историях. В книге «Пороки и цари» в главе «В духе и силе Ильи» Елена Войт пишет, что наше время очень похоже на то время, в которое жил Илья. То есть как тогда, во времена Ильи, были очень распространены идолопоклонства, неверие и другие пороки, то есть то же самое наблюдаем и мы сегодня, и даже в больших масштабах, с большей силой они проявляются. И она пишет о том, что как тогда было вот такое наблюдалось падение среди народа Божьего, то есть что-то подобное и сегодня происходит. Но есть те, которые не преклоняют колени перед современными богами. То есть это современные Ильи, которые продолжают бороться с силами тьмы, которые продолжают молиться до семи раз и действовать. И это порой нелегко выбрать именно такую линию поведения, когда вот Дух Порочества говорит, когда люди гордятся собой, широтой познания истины. И это о людях верующих говорится. Но в действительности они как бы ослеплены своим высокомерием, она пишет. То есть слепое высокомерие. На первом плане у них человеческие теории, занявшие место Бога и Его законы. И вот в таких обстоятельствах действительно порой очень тяжело это неверие преодолеть. Вот. И если быть пассивным, то это неверие, оно скорее всего и нас захлестнет, и мы утонем в этих водах неверия. И поэтому она пишет, это глава 12 книги Пороки и Цари, она говорит о том, что нам тоже необходимо продолжать молиться, то есть как молился Илья, и так же действовать. Когда Он молился, Его вера возрастала, и Он не прекращал молиться, пока не получил ответ. Не ожидая полного доказательства того, что Господь услышал Его, Он готов был довериться малейшему признаку Божьего вмешательства, Божественной милости. Этим признаком для Ильи было вот это маленькое облачко. То есть Он был за это Богу благодарен, Он хватился за это знамение. И поэтому то, что мог сделать Илья с помощью Бога, помогут сделать и все те, кто трудится на небе Божьей. Потому что написано, Илья был человек подобный нам, молитвой помолился, чтобы не было дождя, и опять помолился, и небо дало дождь. Вот, если мы опять-таки возвращаемся к истории слепого от рождения, сегодня Бог, открывая нам жизнь порока Ильи, вот этот опыт, который он пережил, открывая опыт исцеления слепого рожденного, слепорожденного, Бог открывает нам, какими он нас хочет видеть сегодня. То есть духовно прозревшими, настойчивыми в молитвах, действующими даже тогда, когда мы, может быть, не можем всего понять, охватить нашим разумом, готовыми действовать и трудиться, даже имея хотя бы малейшие признаки вот этого божественного руководства. Вот, действительно, жизнь христианина это самое великое чудо, как мы знаем. Жизнь христианина, которая изменилась, жизнь, которая была преображена, это самое большое чудо. слепой человек для жителей того города, которые видели его изо дня в день, просящим милостыню, зависевшим от подаяния других добрых людей, то есть, когда они увидели его зрячим, самостоятельно идущим без постарающей помощи, уверенно шагающим вперед, таким целеустремленным, то есть, действительно, для них это было доказательство того, что произошло чудо. Потому что от века не слышно, как он сам сказал, чтобы кто-то даровал зрение слепому. И жизнь этого человека, она, конечно же, впоследствии стала совсем другой. Особенно, когда он ближе узнал Христа, который даровал ему это исцеление. Поэтому мы видим, что преображенная Богом жизнь, это самое большое чудо. И это чудо, оно происходит под влиянием Божественного Слова. То есть, когда это Слово, оно не в теории остается, а оно в практике. И о Христе написано, что Он был Словом, ставшим плотью. То есть, это важная мысль, что для того, чтобы Божьи чудеса происходили в нашей жизни, Божественное Слово должно стать плотью, то есть, оно должно воплотиться в наши решения, в наши действия. Но не всегда мы можем вот, как бы, спокойно наблюдать реакцию других людей, когда наша жизнь становится преображенной. То есть, неверие, непонимание, даже какие-то насмешки встретил вот этот человек, исцеленный Христом. В свою очередь, это непонимание, оно было адресовано и в сторону Христа. Почему? Потому что, как мы знаем, это чудо произошло не в обычный день, а в субботу. То есть, что не укладывалось в стереотипы, традиционные представления людей того времени. То есть, преображенная жизнь, она для кого-то может стать светом, а для кого-то и камнем преткновения. Но, так же, как для Моисея, Красное море, оно стало не только препятствием, но и еще одной очередной ступенькой для роста веры. То есть, так же и то, что этот человек, он жил во тьме, он не видел долгие годы своей жизни. То есть, вот этот опыт, пережитый, он стал как бы тоже почвой для роста его веры. И его уже не могли сломить на смешки, издевательства людей, которые ему говорили, да как этот человек, Иисус, мог тебя исцелить. Ты, наверное, притворялся, что ты был слепой, потому что святой человек не может в субботу совершать такие чудеса. То есть, они пытались подорвать его веру. но когда он пережил на себе это чудо, он же знал, он был на 100% уверен, что он был слепой, а теперь на 100% он был уверен, что он видит. То есть, его уже ничто не могло как-то заставить сомневаться. И Слово стало плотью и обитало с нами полная благодать истины. Мы видели славу его, славу как единородного от Отца. И мы знаем, что порой находились люди, которые пытались как-то исказить мотивы Христа, его служения, исказить как-то его слова. Но все-таки мы знаем, что сам Иисус говорил, что посмотрите на мои дела. То есть, не пытайтесь как-то искать повод к обвинению в моих словах, посмотрите на мои дела. То есть, то, что я делаю, это неопровержимый факт. То есть, это почва для вашей веры. Иисус не просто проповедовал, Иисус действовал в согласии с тем, что Он говорил. Иисус не просто призывал любить, но что Он сам любил. И Он показал на практике, как нужно любить, избегая каких-то, может быть, крайних линий поведения. И когда ученики только познакомились со Христом, они спросили, учитель, где живешь? Он сказал, пойдите и посмотрите. То есть, Он призывал их действительно убедиться в том, что Он есть тот, на кого указывали пророчества. когда ученики убедились в том, что Он действительно есть тот, за кого Он себя выдавал, они говорили другим уже людям, в частности, Филипп сказал Нафанаилу, пойди и посмотри. То есть, не верь моим словам, а пойди сам посмотри и убедись. Мы, может быть, немного слов найдем в Евангелии или проповеди Христа об уважении к своим родителям. Может быть, несколько слов найдем. То есть, нету таких детальных проповедей о том, как строить отношения со своими родителями. Но, тем не менее, мы знаем, что когда Иисус был на Голгофе, то есть, Он показал просто практический пример, как нужно относиться. Когда Он попросил Иоанна, своему любимому ученика, чтобы он до конца дней своих заботился о Его Матери Марии, чтобы она не осталась одинокой, лишенной заботы. Иисус не просто давал советы, как преодолевать искушения, но Иисус не боялся их, Иисус боролся с ними и побеждал их. Особенно ярко мы это видим в пустыне во время сорокодневного поста. Иисус не просто давал советы, когда, как и сколько нам нужно работать, трудиться, но мы видим Его пример, мы знаем, как Он трудился, сколько Он трудился. И Дух Порочества называет Иисуса какими словами? Неутомимый труженик. Но тем не менее, Иисус знал, когда нужно сделать остановку и посвятить время также отдыху и общению с Богом. Потому что понимал, что от этого зависит результат Его работы, насколько Его разум будет восприимчив к влиянию Духа Святого. Иисус не просто говорил о том, как нужно любить детей, как их воспитывать, но что Он просто принимал этих детей вот такими, какие они были. Он их обнимал, Он их благословлял, Он пытался построить с ними дружеские отношения. И даже ругал учеников, когда ученики пытались как-то воспрепятствовать детям идти к Иисусу. Мы видим, что Иисус не просто какие-то красивые слова, красивые стихи о дружбе писал, но Он показал, как нужно дружить, что подразумевает под собой дружба. Мы видим, как Он реагировал, когда Его друзья уходили из жизни, насколько Его сердцу это было невыносимо. То есть, когда Он перед гробом стоял, где Лазарь был закрыт. То есть, Он плакал, Его сердце было больно, Он не мог безразлично, безучастно смотреть на это. То есть, действительно, слово стало плотью. Иисус практически показывал, какой должна быть жизнь преображенная жизнь христианина. И вот, если подвести итог, какой сегодня является наша жизнь. Мы не хотим быть духовно слепыми, мы хотим быть прозревшими. Однажды Иисус открыл наши духовные глаза, и Иисус все делает постоянно для того, чтобы наше зрение духовное, оно было обостренным, чувствительным. Чтобы наши веки духовные не закрылись. Чтобы постоянно наши глаза духовные, наше сердце омывалось Божьей благодатью, Божьим словом, молитвами нашими и молитвами других за нас. Также, чтобы в свою очередь и мы делали это ради наших братьев и сестер. То есть, Иисус желает, чтобы наша жизнь, она действительно была преображена. И о чем говорит на сегодняшний день наша жизнь? То есть, насколько мы верим в Божьи чудеса в нашей жизни? Насколько мы желаем, чтобы эти чудеса совершались? Помнили мы те чудеса, которые Бог уже совершил для нас? Что больше живет сегодня в моем разуме, в моем сердце? Любовь или ненависть? Прощение или обида? Стремление к победе или мысль о том, что я может быть в чем-то неудачен и что-то не сложилось у меня в жизни? То есть, на что мы настроены? К чему мы стремимся? И вот секрет, как наши глаза духовные действительно содержать в чистоте, секрет очень простой. Иоанна, 9 глава, 10-11 стих. «Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? А он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал, пойди и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». То есть, если может быть что-то не происходит, такое, чего мы ожидаем от Бога? Если мы не получаем ответ на наши молитвы или не получаем того результата, ради которого мы работаем, то есть причина, ее нужно искать не в Боге, а нужно искать эту причину в себе. Тем более не искать ее в других, эту причину. Потому что для Бога нет ничего невозможного, что он не мог бы сделать для человека. Но вот это невозможное, то, что Бог желает и может совершить для нас, Бог не будет это совершать без одного важного условия, какого? Наше согласие, наше разрешение. То есть, Бог не действует в жизни человека без его разрешения. И опять-таки этот принцип человеческого согласия мы неоднократно тоже находим в Библии. Когда Иисус был у гроба Лазаря, обладал ли он силой воскресить его? Несомненно. У него все необходимо было для этого. А почему он сказал людям, которые там находились, отнимите крышку, отнимите камень? Потому что необходимо было согласие людей, необходимо было, чтобы люди разрешили Богу совершить это чудо воскресения. Когда Иисус был на свадебном перу и обладал силой, чудесной силой для того, чтобы превратить воду в чистый свежий виноградный сок. Разве у него недостаточно было силы для того, чтобы сосуды наполнить водой? Почему он сказал наполните сосуды водой? Та же самая причина. Когда Иисус помазал брением глаза слепому от рождения, почему он сказал пойди умойся? Разве недостаточно было силы Христа, чтобы тут же, сейчас и сразу он прозрел? Человек должен был тоже со своей стороны что-то предпринять. То есть все это указывает на важность действенной веры, то есть согласие человека, принятие решения человека. То есть и это и есть настоящая вера. И сегодня как вне церкви, так и в самой церкви есть много людей, которые кажется все понимают прекрасно, все осознают, что есть добро, что есть зло, о чем говорят библейские пророчества. То есть кажется, что на уровне сознания они даже более того не имеют убеждение. Но вот в их жизни ничего глобального не происходит по одной простой причине, что они не принимают решения. То есть они не разрешают Богу действовать. То есть они очень долго колеблются, встречая какие-то может быть препятствия на своем пути и не дают возможности права Богу действовать. То есть боятся сказать Богу да. И что может сделать Бог для таких людей, которые не соглашаются, можно так сказать, идти к купальне и там умыться, чтобы прозреть? Бог уже, можно сказать, для них сделал все со своей стороны, но требуется что-то еще и с их стороны. И в Евангелии Теана в этом же Евангелии, где записана история слепого от рождения. В 12-й главе Евангелия Теана мы с вами можем встретить три группы людей, о которых пишет Иоанн. И это три группы людей, которые можно выделить сегодня. во-первых, это эллины, которые искали встречи со Христом. И они хотели знать больше. И они подошли сначала к ученикам, а ученики уже направили их к Иисусу. И когда они услышали всего лишь короткую, можно сказать, проповедь Христа, то есть его свидетельство о себе, то есть этого для них было достаточно, чтобы принять решение следовать за Христом. То есть они ухватили за вот это небольшой знак внимания, как за самое ценное, что только было в их жизни. И они были готовы ради Христа на все, то есть они были готовы даже чем-то жертвовать, они были готовы на самое главное, то есть жить по новым принципам в культуре обществе, которое было теперь враждебно к ним настроено. То есть казалось бы, это были люди чужие совершенно для Христа. Они не принадлежали к Израилю. Вторая группа людей, это опять-таки часть народа Божьего. Иоанна 12 глава 37 стих. Столько чудес сотворил он перед ними, и они не веровали в него. То есть это были люди, которые были частью церкви, можно сказать. Они видели чудеса Иисуса Христа им совершенные. Но они отказывались ему доверять. То есть это действительно самое худшее, что может быть, когда человек желает оставаться слепым, не желает прозреть. То есть они просто отказывались верить тому, что они видели. И как говорит Дух Порочества, мы сегодня действительно живем век всеобщего неверия и богоотступничества. То есть сегодня люди более склонны доверять каким-то незнакомым людям, которых они даже может быть не знают, в глаза не видели, но они читают их книги и они им больше доверяют, чем ясному откровению Библии или Духа Пророчества. То есть люди как бы видят солнце, но отвергают того, кто сотворил это солнце. Но когда человек видит, например, мобильный телефон, который я здесь оставил в этой комнате, или планшет, который не вижу тоже в руках Андрея, они понимают и они признают, что это было сотворено разработчиками от ведущих бренда. То есть они понимают, что это не произошло как-то само по себе. Кто-то это разработал, кто-то это выпустил. Они этим пользуются и они верят в тех, кто им подарил эти замечательные вещи, которые упрощают во много раз их жизнь. То есть это вторая категория людей, которые видят чудеса, но отказываются их признать. И третья группа людей это убежденные, но не принявшие решения. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него. 42 стих 12 главы Евангелия Теана. Ну что, ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. То есть от чего больше были зависимы вот эти люди, то есть третья группа? Они были убеждены, но им мешало принять окончательное решение, то есть чужое мнение. Возлюбили написано больше славу человеческую, нежели славу Божью. То есть вот это действительно очень тяжелое положение зависимости от чужого мнения. Когда человек, видя Божье какое-то вмешательство, Богом созданные обстоятельства, не принимает решения, потому что больше переживает о том, что о нем люди скажут, а не что говорит по этому поводу Бог. И вот главный принцип вообще принятия решения, это, наверное, по сути центр, то есть самое главное, к чему мы пришли в ходе наших размышлений сегодня, то есть главный принцип принятия решения, в чем он вообще заключается? Это когда мы действительно должны смотреть на Бога, то есть понимать четко, что Бог говорит нам и действовать в согласии с этим, и действовать, как мы выяснили, неоднократно, да, ни один, ни два, ни три раза, а до семи, может быть, даже более раз, несмотря, что в это время делают другие и что они думают и говорят о нас. Иисус открыл этот принцип опять-таки в Евангелии от Иоанна, это 21 глава, 21-22 стих. Увидев его, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Что тебе до того? Ты иди за мной. То есть какой бы вопрос важный сегодня не стоял перед нами, или это вопрос принятия Христа, посвящения своей жизни Христу, или вопрос служения Христу. То есть главное для нас должно быть не то, что подумают другие, а что говорит Бог. Что тебе до того? Ты иди за мной. Пойди в купальню села и умойся. И он пошел и умылся и пришел зрячим. И очень ободряют слова, записанные в книге Иова. 42 глава, 5 6 стих. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Кожа Господь благословит нас, чтобы это стало также опытом и нашей жизни. Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Аминь. Давайте помолимся. Наш любящий Господь, мы благодарим тебя за то, что ты наш спаситель, наш врач нашей души, нашего тела. и мы просим о том, чтобы ты помог нам, Господи, осознать свою зависимость от тебя, как источника жизни, источника света, истины, чтобы мы не искали какой-то другой источник познания, силы, но чтобы всегда мы приходили вновь и вновь к тебе за свежим потоком сил, мудрости, знания, ободрения, радости. Мы просим, Господь, дай нам быть больше и больше зависимыми от тебя. Мы просим, чтобы ты дал нам настойчивость в наших молитвах, в нашем труде, и чтобы вот эти примеры, эти библейские истории о Нимане, Илее, Моисее, слепорожденном, чтобы эти примеры, они были напоминаемы Духом Твоим Святым в нашей повседневной жизни, когда мы встречаем трудности, испытания, когда враг пытается вновь лишить нас духовного зрения, покрузить нас во мрак, тьму, неверие. Помоги нам, Господи, позволи Твоему Слову очищать наши глаза духовные, наши сердца, чтобы мы продолжали видеть Тебя, путь, по которому нам идти, чтобы нас ничто не могло сбить с этого пути. Мы нуждаемся в Тебе, мы открываем Тебе наши сердца, желаем впустить Тебя, Господи, будь с нами, ради Иисуса Христа. Аминь. Я хотел бы еще, пожалуйста, на минуту присядьте. На день рождения мне подарили книгу стихотворений. Этот сборник называется «Всегда с тобой». автор Светлана Игнатьева. До недавнего времени этот сборник лежал. Я не открывал его, но буквально вчера я открыл, и я понял, что вот эти стихи, они очень по сердцу мне. Такие очень близкие мне слова, ободряющие слова. Это сборник стихов о Христе «Всегда с тобой». И здесь как раз очень по теме есть одно стихотворение короткое, я прочитаю. «Искал себе пристанище Иисус, где примут, непременно поселюсь. Он не искал шикарную квартиру, а только, чтобы хозяин принял с миром. Стучит Иисус в сердца, и мы с тобой, услышав стук, ответим или нет. гостеприимно для Христа откроем сердце или ответим, что здесь места нет. Тому, кто за тебя в грехе погрязшего молил Отца, кто дал жизнь свою, кто, если можно так сказать, сам в рукопашную сражался до крови, спасая жизнь твою, теперь стоит у двери как проситель, чтоб ты не умер, не сгорел дотла. Пусть твое сердце будет как обитель для друга наилучшего Христа». Аминь.